Мы все привыкли, что окружающие нас животные выглядят красиво и достаточно мило, которым хочется погладить, однако существуют и такие животные, чей внешний вид отбивает всякое желание любоваться ими. Например, рыба-волк или зубатка. Живет до 50 лет и достигает 20-килограммового веса и полутора метров длины. Зубатка обладает мощными широкими челюстями, с бугроковидными и коническими зубами, сидящими на нижней челюсти, позади клыков и на небе. Зубатка не употребляет в пище других рыб, а вместо этого использует свои мощные зубы для того, чтобы разгрызть двустворчатых моллюсков, улиток и крабов. Обычно встречаются в холодных глубоких водах, и что примечательно, что данные рыбы способны производить такое вещество, как антифриз, который способствует защите ее крови от замерзания. Ай-Ай или руконожка мадагаскарская. Одно из самых удивительных и страшных животных на Земле. Это единственный вид из семейства руконожковых, веку питающая из отряда полуобезьян, с пушистой, черно-бурой шерстью, длинным хвостом и очень удлиненными, тонкими пальцами. Ее внешний вид, в особенности выражения глаз, производит впечатление обезумевшего существа. Видит ночной образ жизни в тропических лесах Мадагаскара. Весит зверек примерно 3 килограмма, а длина его тела достигает от 36 до 44 сантиметров, а пушистый хвост достигает длину 60 сантиметров. Червяга из Элта. Одна из наиболее длинных червяк. Ее средняя длина составляет около 738 миллиметров, однако были особи длиной до 1 метра. Это водяное, безногоземноводное из семейства водяных червяга. Его ближайшими родственниками являются саламандры и лягушки. Червяга из Элта питается червями и рыбой. Бахромчатая черепаха или мата-мата. Она обладает крайне причудливой и необычной внешностью. Длина карапакса до 40 сантиметров. Он имеет зазубренные края и три продольных зубчатых киля, образованных острыми консовидными буграми на каждом щитке. Масса взрослых черепах до 15 килограмм. В природе кормится почти исключительно живой рыбой. Изредка поедает головастиков, лягушек, моллюсков и водоплавающих птиц. Подстерегая их в засаде. Безволосая мышь. Безволосой мыши очень тонкая, можно сказать, просвечивающая кожа. А все туловище покрыто морщинистыми складками. Только большие уши остаются гладкими. Распространена она в жарких странах Африки. Живет она под землей. Шели-зуб. Небольшое, ядовитое, насекомое ядное, прикопитающее. Яд у них вырабатывается по челюстной свиной железе, проток которой открывается у основания второго нижнего резца. Сходным устройством обладает ядовитый аппарат некоторых змей. Живут щели-зубы в горных лесах Латинской Америки, на островах Куба и Гаити. Сукус щели-зуба опасен только для их добычи, всяких мелких грызунов и насекомых. Для человека этот яд не смертелен, но может оставить массу неприятностей. Звездонос, также его называют звездорыл или звездоносый грот, имеет весьма характерную внешность. Его голый нос окружен 22 по 11 с каждой стороны небольшими отростками, длиной от 1 до 4 мм. Их расположение на мордочке по форме напоминает звезду, благодаря чему животное получило свое название. Общая длина тела звездоноса колеблется в диапазоне от 17 до 20 см, а вес от 35 до 70 грамм. Как и другие кроты, звездорыл имеет утолщенное цилиндрическое тело с мощными и когтистыми передними конечностями. Обитает звездоносый крот исключительно в восточной части Северной Америки. Примечательно, что звездорыл совсем не боится воды, и более того, очень много времени проводит в ней в поисках пищи, а часть его нор и вовсе имеет выходы под воду. Рыба-капля – очень необычное существо. Она живет на больших глубинах около побережья Австралии и Тасмании. Своё название рыба получила не зря, так как форма её тела действительно похожа на каплю. Массивная голова с двумя маленькими глазами и большим ртом плавно переходит к сужающейся квасту туловища, напрочь лишённой чешуи, но с небольшими выростами в виде шипиков. Из плавников – развитый только хвостовой, с помощью которого рыба-капля разворачивается, и небольшие грудные боковые, с помощью которых она изредка лениво гребёт. Длина тела выловленных экземпляров составляла от 30 до 65 см, а окрас варьировался от розово-коричневого до тёмно-коричневого. Кабарга. По своему нижнему виду и поведению кабарга занимает промежуточное положение между оленьковыми и оленями. Длина её тела – до 1 метра. В отличие от оленей, к которым кабарга иногда относят, рога у неё отсутствуют. У самцов – длинные изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы, на 7-9 см. У них также имеется брюшная железа, вырабатывающая мускус. Красногубая рыба – необычное существо, обитающее возле Галапагосских островов, на глубине не менее 30 метров, является ближайшим родственницей розовогубой рыбки, живущей неподалёку от Коста-Рика. Удивительно то, что она практически и не плавает, ей гораздо легче ползать по дну, перебирая нижними плавниками. Субтитры создавал DimaTorzok